София готовится завтра ко сну, хотела сказать, к школе. Сейчас будет ложиться спать. Время у нас уже 21-20. Сейчас будет ложиться. Я просто посушила, чтобы она с мокрой головой не ложилась. И вот намазала ей средство. Атиф же новое взяла. И прям волосы такие, девчонки, блестящие. Такие вот прям шелковистые. Классное вообще средство. Ну, София вообще сами по себе волосы хорошие. Единственное, вот я, например, ее сейчас сушила волосы, расчесывала. Они немножко так вытянулись. Вот она поспит, и все. И они у нее утром уже вот такие вот кудрявые все. Даже вот утюжком ей вытягиваю. Иногда она просит. Все, если она поспала, у нее сразу волосы кудрявятся, начинают. Ну, все, София, давай, выбирай телефон. Собирайся, переодевайся и спать. Сейчас вот это все уберу. Вот фен у меня, девчонки, кстати, фен вот этот вот недавно я купила. Бэйбелис. Очень им довольна. Бэйбелис. Вот так вот. Карузо называется модель. Вот очень много читала про фен. Хотела хороший. И вот взяла. Ни капельки не жалею. Здесь получается холодный воздух. Первый режим, второй режим. Очень классный. Ну, это как профессиональный фен считается. И вот я сейчас всегда, ну, в салон, когда прихожу, внимание обращаю. И во всех салонах практически вот мастера вот этим феном пользуются. На Азоне тоже заказывала. Классный. Очень довольна. Сейчас все уберу. И тоже сейчас умоюсь. Макияж смою. Тоже нанесу уход. Потхонечку буду ложиться спать. Всем доброе утро. Мы идем в школу. Я говорю, как я рада, девчонки, что у нас школа. Вот она. Прямо около дома. Ну, Милана ведь у меня в другой школе. Она в первой школе учится. Мне даже жалко иногда ее бывает, когда она идет, вот когда непогода, снег или дождь. Это сейчас еще хорошо, она со второй смены. А раньше, получается, еще темно. Она выходит, идет в школу. А здесь прям рядом. Да, оттуда, зай, пошли. Вот, получается, мы вышли. И вот она, школа. Ну, только мы с другой стороны заходим. Осторожно. Что-то мы шапку не одели. Сегодня, в принципе, еще дня три тепло будет. Я вот шапку в руке несу. София говорит, нет, мам. Идет моя ученица. Она уже ждала. Скорее увидеть своих подруг. Да? Учительницу. По сторонам смотрим сначала. Все, Софию оставила. Сейчас хочу зайти в пятерочку. Она с восьми как раз открывается. Ну, еще пять минут где-то есть. Я подожду. Смотрю, детки все по-разному одеты. Кто в колготках, кто вот четыре человека где-то были даже в гольфиках. Кто в теплых шапках уже стоит. Ну, мне кажется, в гольфах все равно прохладно очень. Даже я иду в жилетке. Водолазки, считай. У гольфиков, конечно, прохладненько. Ну, вот девочки в гольфах, юбочках. Ну, я говорю, три-четыре дня еще по прогнозу смотрела. Вроде тепло. А потом уже будем курточку одевать у нас. Куртка тоже в прошлом году ей брала. А она тоже темная такая синяя с фиолетовым. С фиолетовым как раз в школу. Хорошо тоже будет смотреться. Сейчас пойду в пятерочку. Хочу рыбу, девчонки, красную. Хочу прям бутерброд сделать. Я с утра мечтаю о завтраке всегда. Завтрак я очень люблю. И всегда мне прям хочется, знаете, я с удовольствием завтракаю. Пойду возьму рыбку красную, черный хлебушек. Кофе сделаю. Здесь, конечно, в пятерочке. Не знаю, найду я сейчас нормальную рыбу. А вот перекрестки есть, но там через час откроются только. Какие-то кусочки не очень. И вот такой у зайца на хлебушек. Блин, авокадо прям жесткий-жесткий. Вообще мягкого ни одного нет. Я уже все потрогала. Прям вот убить таким можно. А вот хаос есть. Хаос хуже. Вроде бы хаос, они обычно всегда мягкие. А тут что-то жесткие. Прям вот конкретно. Я не люблю такой жесткий. Блин, что делать? Наверное, не буду туда брать. Нашла один авокадо. Вот такой у меня бутербродик получился. Это я в пятерочке купила вот эти хлебцы. Шведские хлебцы с семенами. И они прям вот разрезанные вверх. Туда получается начинку. И вот так вот закрываешь. Получается такой гамбургер полезный. И кофе у меня. Это здесь Артур кушал. Что-то ему позвонили. Он кофе не допил. А здесь Ангелина сидит рядом со мной. Да, Ангелин? Да. Ангелина уже сыр поела, яйцо поела. И вот кашу не доела. Давай салфеточку маме, давай. Да. Мама выкинет. У меня здесь небольшой закуп продуктов. Пока завтракала, заказала в Ашане. Заказала больше из-за вот этих вот творожков. У меня очень любят их девчонки. И вот попросили. Как раз акция была. У меня вот, ну не всегда хотят завтракать утром. Вот сегодня, например, София гречку, гречневую кашу ела. Поела, конечно, но так иногда бывает без удовольствия. А вот такие они йогурты любят. И быстренько. Там Милана вот зерно вот такое тоже любит. Вот взяла несколько штук. Потом сметану взяла, молоко обычное, безлактозное для каши. Геркулес. Кашу у нас любят. Я всегда беру традиционный. А в этот раз взяла вот такой вот. Пять злаков. Что-то не помню, брала такой, не брала. Тоже попробую. Варила вот такие вот макарошки. Тоже девчонкам иногда отвариваю. Потом рис круглозерный. Тоже для каши, для плова. Рисовый суп варю. Всегда вот такой в основном использую. Потом масло. Девчонки, я уже его брала. Это оливковое. Специально для жарки. Мне оно понравилось. Вот повторила. Здесь 500 миллилитров. Неплохое масло. Вот жарить что-то. Даже вот овсяно-блин я делаю. Там что-то курочку обжарить. Нравится мне. Здесь курица, филе бедра, грудка. Это я перекручу. У меня кабачки есть. И сделаю котлеты. И здесь вот у меня курочка домашняя на зерновом откорме. Это на бульон девчонкам тоже. Масло вот такое вот. Эко-милк. Тоже неплохое масло. Мне нравится. Я вообще вкусноте его люблю. Ну вот тоже по акции было. Взяла. Потом барни вот увидела. Такой вот новинка. Видать, здесь 8 бисквитов. Вот это я уже открыла. Ангелине один дала. Тоже в школу иногда даю. Милана берет. София. Ой, София еще по 3 штучки. По 2 ей надо там всех девчонок угостить. Ну они тоже угощают. Вот взяла 2 упаковки. Иногда я убираю, конечно, стараюсь. Потому что здесь не оставлять. Они иначе будут есть. Ну вот так в школу даю. Потом вот моцарелку вот такую вот на салатик взяла. Шариками. Хлеб. Мой любимый фитнес. Хлеб. Всегда его беру. И здесь у меня полотенца бумажные. Девчонки. Это у меня улетают, когда я свечи варю. У меня просто они расходуются. Вот по 2 рулона. Вот взяла. И туалетная бумага. Зева трехслойная. Вот такие вот небольшие покупки. В принципе, то же самое, как и обычно в основном заказываю. Ну просто многие любят, когда я показываю продукты. Вообще вот закуп какой-то. Поэтому показала вам быстренько. Я начала готовить. Решила сделать лагман из курицы. Обычно я просто всегда из говядины готовлю. Ну, по крайней мере, из курицы. Не помню, в последний раз, когда готовила. А это мясо не достало говядину. Думаю, как раз филе есть. Сделаю из куриного филе. Здесь вот у меня овощи уже подготовила. Лук. Болгарский, красный, зеленый. Морковка, картошка, помидоры. Убираю шкурку. И сейчас все это заброшу. Пока будет тушиться, водичку налью. Я буду мясо перекручивать. На котлеты тоже сделаю. Вот. А здесь воду поставила. Посолила. Масло добавила. Буду. Вот такие вот у меня спагетти были. Они как раз такой толщины, которую мне нужно. Так. Все, водичка ушла. И начинает курочка зажариваться. Она должна такого золотистого цвета дойти. И потом вот лук бросаю, морковку, потом болгарский. Помидоры. Все это тушу. В конце картофель. Немножко тоже обжариваю и воду заливаю. Половина фарша, вот такой вот пласт пускаю на заморозку. И вот здесь вот у меня то, что осталось. Я сейчас сюда кабачок перекручу и белый лук. Вот с белым луком у меня дети едят котлеты. А вот когда красный обычный добавляю, он либо горький сильно. Не всегда вот София иногда не нравится ей. Сейчас перекручу, добавлю соль, приправы. И иногда даже хлеб, девчонки, еще добавляю. Вот именно который в пятерочке продают. Такой вот как кирпич, как буханка. Вот его мякушку прям добавляю. И котлеты вкусные, сочные получаются. Прям здесь у меня лагман варится. И вот вермишель я выключила. Наверное, надо будет уже сейчас на дуршлаг ее откинуть, чтобы она стекла. Котлетки тоже жарятся. Я вот такими их пышненькими делаю. И я обжариваю. И потом сразу же вот сюда на противень можно. У меня противня нет в форму. И 20 минут где-то они у меня еще в духовке доготавливаются. Не знаю, девчонки, я как-то так привыкла. Нам вкусно. И мне кажется, если их жарить просто на сковороде, сначала обжарить, потом крышкой закрывать, это намного дольше. Так быстро обжарил, сковородку нагрел. На противень убрал, да, в форму. И в духовку на 20 минут все готово. Вот, и лагман тоже я уже выключила. Здесь вот у меня все. Видите, сразу и котлеты готовлю, и посуда тут у меня. И вермишель вон уже сейчас стекает. Ну вот, так что все быстро-быстро делаю. У меня красиво не получается, девчонки. Если я буду все красиво делать, мои останутся без обеда. И потом еще уроки обязательно нужно делать. Еще куча дел. Немножко я маленький огонь сделала, и они тушиться стали у меня. Девчонки, хочу поделиться с вами вот этими двумя обалденными скрабами, которые мне очень понравились, которые я вам прям хочу посоветовать, если вы вдруг не пробовали. И сразу хочу сказать, это не реклама, это я покупала за свои деньги, потому что прошлое видео, которое я снимала, я показывала там крем для ног, и мне две зрительницы написали. Одна в личное сообщение написала, одна в телеграме. И спрашивают, Настя, это реклама или это действительно крем очень хороший. И я сказала свое честное мнение. Девчонки, все, что я показываю в своих видео, это действительно мое честное мнение. Я уже об этом говорила. И неважно, на рекламу мне это пришло, либо я сама это все купила. Потому что то, что мне приходит на рекламу, в любом случае я тестирую. И если вещь не понравилась мне, если она плохая, то, естественно, брать ее я не буду. Просто я блогер, да, я люблю покупать что-то новое, пробовать, потом делиться с вами. Поэтому вот если эти два скраба мне понравились, я вот вам показываю. Вдруг тоже кто-то любит, да, вот такие скрабики, там поухаживать за собой, то возьмет на вооружение. И мне вы многие, благодарите меня, что-то покупаете по моим советам. Ну, в общем, ладно, я думаю, что вы поняли. Девчонки, скрабы обалденные. И тот, и другой. Вот этот вот мне понравился немножечко больше. Ну, вот так по работе, да, как он работает. Но вот этот покорил меня тем, что здесь есть сияющие частицы. Там действительно есть блесточки. И потом после этого скраба тело у вас прям сияет, девчонки, так красиво. Ну, он, видите, он вот такой суховатый. Я наносила его на влажную кожу, наношу вот. А вот этот, он более такой с маслами. Он, ну, его можно и на сухую кожу наносить. Единственное, вот этот вот немножко масло оседает, если, например, пользуетесь. Да, вот первый раз попользовались, потом я советую вам перемешивать его, чтобы вот это масло, оно все на низ не ушло. А так тело после них, девчонки, обалденное, гладкое, мягенькое. Вы, получается, получили релакс такой, да, поскрабировали кожу, поухаживали за собой. И плюс потом не надо там никакой баттер, молочко наносить. Скрабы обалденные, девчонки. Буду однозначно повторять. И потом еще у меня появилась вот такая вот гельпенка, девчонки. Это Белита М, белорусский бренд. Купила я вот здесь, в белорусском магазине. Вообще не понравилась. Буду ее выбрасывать. Во-первых, она очень-очень жидкая. Вот даже как гель, она прям как водичка. Во-вторых, она плохо смывает макияж. Хотя я макияж обязательно смываю мицелляркой. И потом, или либо гидрофильным маслом. Потом только гелем или пенкой. Но она, во-первых, плохо смывает. И мне не понравился еще, девчонки, запах. Он такой очень сильный. Вот я не люблю в уходовых средствах. Какой бы запах ни был, аромат, если он вот сильный и бьет в нос, мне сразу, знаете, как-то вот не хочется этим средством пользоваться. Поэтому вот я попользовалась. Ну, прям вот не хочу даже себя заставлять. Буду выбрасывать. Тем более он, ну, недорогой белорусский. Знаете, видите, я его покупала за 300 с чем-то. Но так как я брала в магазине, я думаю, что на маркетплейсах они, наверное, даже подешевле. Вот, лучше что-нибудь из Кореи себе закажу. Вот. И еще у меня появился вот такой вот крем-воск от трещин. Это для ног, для очень сухой кожи. Очень хорошие прям были отзывы об этом. крем-воск, об этом креме, да. Воск, крем. Но я не знаю, девчонки, если вот вдруг у кого-то тоже есть, кто-то пользуется, напишите. Я его не поняла немножко. Он такой, вот, видите, он такой густой. Он такой тягучий. Пахнет приятно. Пахнет действительно вот прям медом. Такой. Но он плохо, например, если крем обычный, он хорошо разносится, он впитывается, то вот этот, его тяжело размазывать. Я его наносила на ночь, вот нанесла. И у меня есть такие носочки хлопковые, специально вот для педикюра. Я потом их одеваю. Вот. Но как-то не знаю. Я не могу сказать, что он прям плохой. Ну и что какой-то вау-эффект. Например, как по мне, вот, крем от Синергетик намного больше мне нравится. Я говорю, я не знаю. В принципе, может быть, я что-то не так делала, хотя способ применения я читала. Вроде бы все сделала так. Не знаю, в общем, девчонки. Ничего о нем, ни хорошего, ни плохого сказать не могу. Может быть, у него какой-то накопительный будет эффект. Я не знаю. Ну, буду пользоваться им. Может быть, потом как-то мне позже зайдет он. Ну, буду пользоваться им. Ну, буду пользоваться им. Ну, вот, вот такая у меня получилась укладка. Челку я в эту сторону вот так, ну, кверху вот так заворачиваю расческой. Ну, лучше, по крайней мере, чем у меня, когда без укладки. У меня волосы очень пористые, очень пушистые. И вот как-то, знаете, я приноровилась вот этими щетками, накрутила. Иногда бывает, я челку накручиваю, пока там макияж наношу, расческа у меня держится хорошо. Или вот эти вот зоны верхнюю и вот боковые, и вот эту заднюю накручиваю на расческе. И пока там макияж хожу наношу, что-то делаю, они у меня держатся. Потом распускаю, ну, и хоть немножко более-менее вид, объем. У меня объем, я наношу мусс обязательно. Ну, вот вы видели. Потому что у меня уже вот здесь корень свой, и, конечно, объем не держится. Не знаю, девчонки, вот смотрю на себя уже, видите, как у меня отросло. И вроде бы иногда мне хочется пойти покраситься, сделать опять аиртач. Думаю, укладка будет лучше держаться. Но, с другой стороны, так мне жалко волосы. Ну, раньше, знаете, я могла себе позволить не краситься, потому что у меня вообще не было седых волос. А вот этот год, девчонки, у меня прям стали выходить седые волосы. И вот, ну, не так, конечно, прям сильно видно. Но если вот близко и приглядеться, то вот, ну, все равно немножечко седые волосы есть. Поэтому не знаю, пойду, не пойду. Решусь я или в какой-нибудь другой там светлый цвет, типа пшеничный. Думала, может быть, покраситься. В общем, думаю пока. Вот такие вот расчески. А то я вам сказала и не показала. Очень хорошие. Заказывала на Озон. Удобные. Здесь вот такая прорезиненная ручка. Удобно ее держать в руке. Это 45 диаметр. Девчонки, правда, извиняюсь, сейчас смотрю. У меня вот все они в волосах. Вот, ну, показываю как есть. Я не готовлюсь к видео. Сейчас только увидела. Я их периодически зубочисткой очищаю. Вот. И чем понравилось, девчонки, я сначала взяла одну. Вот, думаю, попробую понравится мне или нет. Вот именно щетинками. Вот они очень хорошо, вот эти расчески, когда вы прядь накручиваете, держатся на голове. То есть, если вы вот этой расческой, вот таким термобрашингом будете накручивать, она будет съезжать. Вот это тоже классная расческа. У меня их тоже две. 45 диаметр и 32, если я не ошибаюсь. Да. Это вот для челки хорошо. Если вот у вас челка-шторка, удобно ей укладывать. Или, например, если вы хотите вытянуть волосы без утюжка, а вот именно расческой, чтобы вот кутикула вот эта вся запечаталась, то тоже вот такой вот расческой удобно. Но накручивать ей вот именно, чтобы она держалась, она не будет. А вот эти щетинками хорошо держат. Вот, поэтому я взяла пять штук вот у меня. Это одна фирма. Но почему-то только здесь, видите, черная сама расческа, а тут белая. Это диаметр все одинаковый. Я вот прям на зоны делю волосы, накручиваю вот так вот. И они держатся, пока я там макияж наношу. Потом это все остывает, я снимаю, и хорошая укладка получается. У меня вообще, я хорошо делаю укладку, но у меня, девчонки, такие волосы, у меня нифига укладка не держится. Вот буквально 10 минут, вот когда только я уложу эффект вот так, как мне нравится. Но уже через 10 минут у меня и объема особо нет. Ну, естественно, они выглядят лучше, чем без укладки. Ну, вот совсем плохо. Я и раньше мучилась, помню, накручиваешь волосы, и буквально через час у тебя уже накрутки нет. Единственное, вот когда я только покрашусь, еще как-то более-менее, вот сейчас плохо держится. Вот, ну, а так вот, в принципе, я расческами довольна, девчонки. Если что, ссылкой могу поделиться, оставить вам в Телеграм. Сейчас мы будем делать Софии уроки. И вот я вытаскивала, увидела вот эти наклеечки. Вспомнила, что когда я показывала принтер, что я печатаю на нем фотографии, очень было много вопросов про него вообще, какая модель, как на нем печатать. И вот сейчас утром тоже смотрю, спрашивала меня зрительница, Настя, какая модель вашего принтера. Вот я его достала. Это модель Canon PIXMA G540 называется. Заказывала я его на Озон, на свой страх и риск, потому что это самая дорогая покупка была. Вот на Озон, на Валберис, какие-то дорогие вещи я там никогда не заказывала. Вот, но все нормально, пришло в рабочем состоянии. Ему уже, этому принтеру, два года, как мы им пользуемся. Даже, может быть, чуть больше, чем два года. Один раз, правда, мы его чинили. Но вот Canon принтеры, я знаю, что когда ими долго не пользуешься, ну вот я слышала и читала, что у них вот эти чернила, они подсыхают. Вот, но так как он печатает вообще вот по работе, мы очень им довольны. Ни капельки не жалею. Правда, сравнивать мне не с чем. У нас есть еще один принтер черно-белый, но он там стоит в гардеробной. Я на нем работаю по Озону. Вот, но он такой старенький, HP. Поэтому вот это более такой современный, сравнить мне не с чем. Вообще, это нужная такая вещь. Вот мы, например, вот видите, подписывали прописи, книги. Это получается наклейка. Я сначала в приложении писала текст. И потом вот на такой вот самоклеющей бумаге. Вот она продается тоже на Озон, на Валберес. Вот такая вот этикетка самоклеющая. Она вот форматом А4 распечатывала. И вот мы клеили. Удобно, никуда ходить не нужно. Видите, все вот у нас подписано. И вот буквально дня два назад учительница тоже написала. Сейчас все практически распечатывать надо. Через день что-то мы печатаем. Вот она давала вот такие вот схемы. Отправляла в чат. И нужно было распечатать именно на цветном принтере. Потому что, видите, здесь вот схема именно цветная. Вот там родители в чате я смотрю тоже. Ну, кто работает, конечно, у кого дома нет, неудобно. А мы спокойно распечатали, наклеили. Еще сделали несколько экземпляров. София поделилась с подружками. Вот. Потом даже вот заявление, если ребенок болеет или не пришел. Тоже нам бланки сбрасывали. Что тоже это все нужно распечатывать. Плюс спрашивали опять же про фотографии. Как я их печатаю. Девчонки, покупаю вот такую вот фотобумагу. На Озоне я в основном беру. Она есть матовая, есть глянцевая. Это вот 10 на 15 размер. Но также есть размеры большие. А4 тоже матовая, глянцевая. Можно на вот такой вот самоклеющей бумаге тоже распечатать фотографию. Например, вашу или ребенка тоже наклеить. Я... Несколько у меня есть фотографий формата А4. Но больше я печатаю вот такие. Потому что у нас альбом. Вот. Но потом, естественно, он поддерживает обычную бумагу. Все форматы. И А4, и А5 тоже. Потом вот на таких цветных тоже бумагах он печатает. Потом у меня есть такие пастельные оттенки цвета. Там тоже бумага. Вот. И, в общем, я же говорю, очень нужная вещь. Плюс у нас у всех ежедневники. У меня, у Миланы, у Софии тоже есть. Ну, София особо не ведет. Она там что-то пишет в своей записи. Но вот мы с Миланкой постоянно на постоянной основе ведем ежедневники. И мы специально взяли хорошие на кольцах. И вот у меня, и у Миланы есть папки, где у нас лежат вот такие вот распечатанные в формате А5 листочки. Потом их дыроколом, вот как здесь, и одеваешь в наш ежедневник. Вот раньше я трекеры привычек, видите, чек-листы для уборки там делала. Сейчас, конечно, я это не делаю, потому что времени у меня на это нет. Но ежедневник я веду. Просто я для себя делаю вот такие вот обычные листы. Сейчас вам даже покажу, какие. Вот такие в основном обычные, просто разлинованные. Мне удобнее, нравится больше. Написал, если закончились, например, листы, да, вытащил, добавил новые. И вот одно время я распечатывала меню на неделю. Делала, составляла меню специально. Но вот у нас как-то это не прижилось. Потому что у нас такие все капризные в еде. И как-то вот, ну, мне неудобно, например, меню на неделю составлять. Я перестала делать. Вот несколько страниц у меня здесь осталось. В общем, всякие чек-листы, да, по красоте, по уборке. Там все, что хотите. Там 10 тысяч шагов, там тренировки. Все можно печатать. Развивашки для Ангелины. Тоже какие-то пособия, небольшие книжки. Я тоже сейчас печатаю на принтере. Очень удобно. Например, когда София у меня маленькая была, я все ей покупала. Что-то, конечно, осталось от нее. Что-то вот то, что она заполняла, рисовала там. Это все выбросили. А вот сейчас все печатаю. У меня есть телеграм-канал. И там тоже. И по типу оригами тоже есть. Распечатываешь, потом можно вырезать, делать какие-то поделки, с ребенком заниматься. Там и счет, и цвета, и учусь читать, писать. В общем, все-все-все есть. Вот. Поэтому классная такая вещь. Ссылочку на принтер оставлю вам в телеграм-канале. Подписывайтесь тоже на мой телеграм-канал. Ну и на этом буду заканчивать, наверное, свое видео. Будем сейчас делать уроки. Ну и чтобы видео тоже не затягивать. Чтобы поскорее с вами увидеться, начать снимать новое. Спасибо вам огромное за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok